Привет, привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы смотрите мой канал. Сегодня я хочу вам показать два очень легких, простых узорчика, которыми можно связать детские вещи. Почему детские? Потому что узорчики очень интересные. Мне кажется, они напоминают что-то такое детское. Вот смотрите. Здесь у меня вот такой вот интересный узор. Я не знаю, что он напоминает. Мне напоминает он ракушку. Вот как будто ракушечки вот такие интересные. Смотрите, какая интересная текстура. Вяжется он очень легко. Это вот первый узор, который мы с вами будем вязать. А второй узор, почему детский? Потому что вот эти вот жгутики, косички, они, смотрите, как интересно смотрятся. Я думаю, что в детских вещах, ну, может быть, даже не в детских, они будут смотреться очень интересно. Все, что угодно можно связать вот с этих вот интересных жгутиков-косичек. Вяжутся они очень легко. Ну, давайте я вам расскажу, как вязать первый наш узорчик. Значит, вот этот первый наш узорчик, рапорт его состоит из 23 петельечек и 23 ряда вверх. А в 23 петельки входят кромочные петли. Давайте начнем вязать. Вяжется он очень легко. Я даже не знаю, показывать или просто рассказать, как это вяжется, потому что здесь идут просто лицевые и изнаночные петельки и вот здесь вот провязывается жгутик. Ну, давайте расскажу. Значит, набираем 23 петли. Расскажу, показывать, наверное, не буду. Вот смотрите, набираем 23 петли и начинаем вязать с первого ряда. Значит, сначала мы вяжем 10 петель изнаночных, 1 лицевая, 10 петель изнаночных, ну, естественно, кромочные. Переворачиваем ряд, все вяжем по рисунку, изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Второй ряд. Теперь у нас идет на уменьшение. 9 изнаночных, 3 лицевые, 9 изнаночных. Изнаночная сторона вяжется по рисунку. Следующий ряд. 8 изнаночных, 5 лицевых, 8 изнаночных. Следующий ряд. 7 изнаночных, 7 лицевых, 7 изнаночных. Следующий ряд опять так же. 7 изнаночных, 7 лицевых, 7 изнаночных. И когда мы провязали вот эти вот ряды, по 7 петель 2 ряда, мы теперь здесь сделаем жгутик. Жгутик у нас делается так. Вы можете с поворотом влево, с поворотом вправо. Это значение не имеет. Я сделала жгутик с поворотом влево. Здесь у нас получается, 3 петли мы снимаем, вернее 4 петли мы снимаем лицевых, и 3 петли у нас остаются на спице. Мы провязываем 3 петли, потом 4 петли. Или наоборот. 3 петли мы снимаем, 4 провязываем, потом провязываем 3 петли. Вот эти жгутики значения не имеют. Здесь у меня провязано, мы 3 петли сняли, 4 провязали, потом провязали 3 петли. Вяжем дальше. Ну, понятно, я объяснила, нет? Жгутик идет по направлению вправо, по направлению влево. Разницы нет. И получается вот такая вот интересная ракушечка. Не знаю, ракушечка, веер, я не знаю, ягодка. Ну, все, что хотите. Но в итоге, если вы свяжете полностью изделие, даже кофточку или шапочку, будет смотреться очень красиво. Так, значит, дальше вяжем. Теперь мы вяжем вот эти 2 ракушечки. Значит, 5 изнаночных петелечек, 1 лицевая. В серединке у нас получается 9 изнаночных, 1 лицевая и 5 изнаночных. Вот, значит, 5 изнаночных, лицевая 9 изнаночных, лицевая 5 изнаночных. И дальше вяжем по убыванию. 4 изнаночных, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, 4 изнаночных. Следующий ряд. 3 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночные. Дальше у нас идут 2 изнаночные, 7 лицевых, 3 изнаночные. Опять идут у нас 7 лицевых, 3 изнаночные И вот эти 7 лицевые мы повторяем 2 раза А потом мы опять делаем жгутик Опять так же Здесь у нас получается 2 изнаночные Потом мы делаем жгутик, который составляет у нас 7 петелечек Значит 3 петли и 4 петли Потом у нас идет 3 петли изнаночных Опять идет жгутик и 2 изнаночных И повторяю, что изнаночная сторона у нас вяжется по рисунку Изнаночные, изнаночные, лицевые, лицевыми И вот в итоге Потом мы узор повторяем с первого ряда И в итоге у нас получается вот такой вот интересный узорчик Я думаю, что вам понравится Вот такие Видите, я вяжу петлей классической У меня вот эти вот изнаночные петли иногда бывают вот такие вот неровные Но если вы будете вязать по-своему Вот я здесь вязала Видите, у меня здесь получилось ровно Это я вязала уже бабушкиным, не бабушкиным способом А другим немножко способом И здесь у меня получаются более ровные петельки Это я вот по-восточному вязала Потому что когда вяжешь восточными петельками Вот эти жгутики вязать проще Вот видите, какая разница между вязанием Попробуйте, у вас получится Здесь прям ровненько получается А здесь, конечно, получается немножечко неровненько Ну вот и на этом рисунчик заканчивается Вот вязать, я считаю, смысла нет Потому что он очень легкий Повторяю, что рапорт состоит 23 петли Плюс в них уже входят кромочные И 23 петли вверх 23 ряда вверх Но это кажется, что много Но рисунок только наполовину Потому что половина идет на изнаночную сторону Ну вот такой вот интересный рисуночек Я вам хотела сегодня показать Смотрите, какая сказка Очень даже красиво Так, давайте остановимся на следующем узорчике Следующий узор тоже Жгутики Жгутики тоже очень интересные Смотрите, какие Вяжутся они тоже очень интересно Вот эти жгутики я вам, конечно, покажу Потому что здесь ряды тоже легкие Изнаночная сторона обыкновенная Ну, давайте я вам покажу Как вязать вот эти жгутики Так, для этих жгутиков Мы набираем с вами Так, жгутики идут у нас 2 на 2 2 на 2 Нет, вру 3 на 3 Рапорт у нас состоит из 10 петелек Вот этот рапорт Вот это идет косичка Вот этот жгутик Вот Видите, очень легко Здесь у меня 3 рапорта Поэтому набираем 30 петель Как вязать Так, жгутик у нас здесь получается 3 на 3 6 петелечек у нас, значит, идет на жгутик Ну, давайте начнем вязать Первый ряд мы провязываем полностью лицевыми петельками Лицевые петли вы вязать знаете как Кромочную сняли и провязали полностью все лицевыми петельками Ну, жгутики я тоже, я думаю, вы знаете как вязать Этот жгутик можно вязать по направлению влево, по направлению вправо Тоже вот в этих жгутиках особого, как сказать, значения Вот эти повороты не имеют Потому что они идут сплошняком В смысле одинаково Это вот когда вы вяжете Допустим Жгутики в разных местах Или какая-то у вас должна быть Асимметрия То тогда вы, конечно, их вяжете Один жгутик вправо, другой влево Или наоборот Но здесь такого не требуется Так, следующий ряд у нас изнаночный Давайте я провяжу Как вяжете вы изнаночные петельки Здесь, конечно, по-восточному вязать вообще классно Но надо набить руку, чтобы вязать восточные петельки Я уже привыкла к классику Мне даже вот эти петли, которые вяжутся легче Мне их вязать сложнее, потому что я привыкла вязать по-другому Но вы, конечно, вяжете так, как вяжете вы Я считаю, что как научились, так и научились Конечно, можно попробовать разными способами Но вот уже, как сказать, переучиваться Мне кажется, не стоит Вот я уже вяжу вот таким способом И мне трудно в плане... Не трудно петли вывязывать, а в плане трудно того, что я могу спутаться Вот спутаюсь и все И вот это постоянно напрягает То, что вдруг ты какую-то петлю провяжешь неправильно Поэтому... Ну ладно, провязали Теперь что мы делаем? Кромочную мы снимаем Первая петля у нас идет лицевая Потом мы делаем накид И потом мы перекрещиваем вот эти вот петельки Мы просто их перекрещиваем Значит, здесь у нас получается 3 на 3 Три петли мы сняли Три петли мы провязали Потом надели вот эти три петельки снова Ну, жгутик, короче, сделали И провязали эти три петельки Один Два Три Потом мы опять делаем накид И провязываем лицевую петлю Вот и весь рапорт Нашего узора Так, давайте посмотрим, что у нас здесь Раз, два, три, четыре Так, здесь у нас получается 4 петли Да? Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Так, значит, рапорт у нас состоит не из трех петельечек А из четырех Ну, правильно Восемь, девять, десять Ну, видите Счет того-то с меня Так, ладно Вот видите, скажет Готовилась, готовилась и наготовилась Ну, ничего страшного Я же вижу вместе с вами У вас тоже могут быть ошибки Это я специально сделала для тех людей Которые ошибаются и боятся своих ошибок Ошибаться не надо В процессе работы может случиться всякое Значит, что мы делаем Смотрите Лицевую петлю мы сняли Кромочную вернее Лицевую провязали Сделали накид Теперь мы снимаем Четыре петли Четыре петли мы провязываем Лицевой петлей И четыре петли мы Надеваем снова на спицу И провязываем лицевым Короче, делаем жгутик Жгутик у нас идет Четыре на четыре Четыре петли Сняли Четыре Потом мы делаем накид Провязываем Лицевую петлю Делаем накид И таким же способом Мы провязываем Следующий ряд Это у нас идет уже Рапорт другого ряда Опять мы четыре петли Провязали Четыре, естественно Сначала сняли Но можете провязать Четыре, потом Те четыре петли Это у вас получится Поворот в другую сторону Тоже неплохо Я вам еще раз говорю Жгутик делаете В разном направлении Если вы начали делать Вправо Делаете вправо Начали влево Делаете влево От этого Потом мы делаем Накид Лицевая Лицевая Видите Вот сам Смак Вот этого узора В том, что получается Вот эта вот Дорожка И вот эти вот Жгутики С дырочками И они получаются Как будто Они в ажуре Как будто Вот видите Вот я провязала ряд Как будто Жгутики в ажуре Видите Какая красота Так Давайте Следующий ряд Провяжем Еще один Не забывайте Здесь у меня Три рапорта Один рапорт Состоит Из простых Вот этих Одного Жгутика Сейчас я вам Повторю Так Жгутики Можете Как я Вот так Одевать Можете Одевать Дополнительную Спицу Как вам Удобно Так Сейчас я сделаю Так Делаем Накид И лицевая Так Делаем Резюме Потом Естественно Провязываем Ряд Изнаночный Потом Провязываем Два Ряда Лицевых И два Ряда Изнаночных И повторяем Этот рисунок Снова Вот смотрите Вот наш Узор Что мы делаем Мы набрали 8 петель И 2 кромочные У вас получилось 10 петель Чтобы провязать Вот эту полосочку Надо набрать 10 петель И 2 кромочные Это значит Получилось 12 петель И вяжем Таким образом Кромочную петлю Мы сняли Значит У нас Получается Лицевая Петля Накид 8 петель У нас Идет Лицевых Накид Лицевая И кромочная Получилось 12 петель Дальше Мы вяжем Таким образом Значит Мы провязали Один ряд Один ряд Лицевой Другой ряд Изнаночный Потом мы делаем Вот такой Жгутик Значит Делаем Кромочную Сняли Лицевая Накид Потом у нас Идет 4 петли Сняли Провязали Провязали Значит 4 петли С другой Спицы Опять идет Накид И кромочная Лицевая И кромочная Мы вот эти Жгутики Вяжем Через Накиды Накид Потом идет У нас Жгутик Потом идет У нас 4 ряда Лицевых С изнаночными Потом у нас Опять идет Накид И опять Жгутики Вот такой Вот простой Рисунок Я не знаю Правильно Я объяснила Вам неправильно Создают Вот такой Вот интересный Узор Вроде сложного Ничего нет Жгутики И жгутики Получается Жгутики Вот в таких Дырочках Жгутики В ажуре Ажурные Жгутики Мне они Очень понравились Я почему-то Подумала Что узор Получится Очень интересный Поэтому Вяжите Наслаждайтесь Своим Вязанием Показывайте Мне Как вы Вяжете Или Смотрите Меня Я вас Люблю Подписывайтесь На мой Канал Сегодня Вот такой Спонтанный У нас Получился Репортаж Небольшой Вяжите Наслаждайтесь Вот таких Два Простых Узор Я вам Показала Один Проще Простого До новых Встреч Пока Пока Сейчас я Вот так Вот еще Вам покажу Вот такие Два Простых Узор Мы Сегодня Связали Пока Пока Пока